потертости грубые швы заплатки цепи грязь панк-рок как думаете для чего я привел этот перечень все эти существительные можно охарактеризовать как элементы стиля называемого гранж гранж это не просто стиль а целая музыкальная культурная парадигма символизирующая бунт и аутентичность выполняя просьбу моего подписчика мы постараемся сегодня научиться создавать гранж эффект photoshop первую очередь я покажу как создать данный эффект при помощи кистей а затем при помощи готовой текстуры с тобой юджин из графикор и это проект флота вязал студию если ты впервые у меня в гостях вы не забудь подписаться а теперь поехали создай новый документ иди файл создать 1920 на 1080 с разрешением 150 пикселей на юм фон белый выбери инструмент кисть в верхнем меню нажми на стрелочку выбора свойств кисти свойствах нажми на шестеренку выбери пункт импорт кистей и выбери набор гранжевых кистей ссылка на скачивание в описании данный набор появится в самом низу списке кистей также выбрать кисти можно через панель настройки кисти или кисти если у тебя нет этих панелей иди в меню окно кисти или окно настройка кисти выбери кисть гру 8 кликни правой кнопкой мыши по холсту и поверни направление кисти на 90 градусов делай это с зажатой клавишей shift так ты попадешь ровно на позицию 90 градусов в панели слои плюсиком добавь новый слой и кликни по холсту один раз control-t увеличь и поставь с краю отпечаток гранжевой кисти control джей дублирует печаток несколько раз и размести в наклёст так чтобы заполнить весь холст с зажатой клавишей control выдели второй и четвертый слой и иди в меню редактирование трансформирование отразить по вертикали добавляя маски этим слоям и круглой черной мягкой кистью стирая жесткие границы между отпечатками создай новый слой выберем кисть GRU4 и сделай еще несколько отпечатков. Снизь непрозрачность этого слоя. Затем выделив все слои с отпечатками гранжевой кисти и поместив папку. Теперь ты можешь снизить непрозрачность сразу всем отпечаткам. Выбери инструмент текст и напиши что-нибудь. Увеличь текст и выбери инструмент перемещения. Когда у тебя выделен инструмент перемещения, то ты можешь выровнять слои и для этого у тебя в верхнем меню есть специальные кнопочки. Но они не активны. Почему? Все дело в том, что в фотошопе выравнивать слои можно только относительно других слоев или холста. В нашем случае нужно выровнять относительно холста. Нажми Ctrl-A, чтобы сделать выделение по контуру холста и сразу же кнопочки в верхнем меню стали активными. Выровнять текст посередине. Ctrl-D, сними выделение. Теперь, чтобы проявить эффект на тексте, можно пойти несколькими путями. Первое. Включи слой с текстом. Открой панель каналы. Если у тебя ее нет, и держу меню, окно, каналы. Зажатой клавишей Ctrl кликни по RGB каналу. Вернись в панель слои, включи слой с текстом и добавь ему маску. Второе. Правой кнопкой по слою с текстом, параметры наложения, белый ползунок подлежащего слоя, разделить с зажатой клавишей Alt и двигать влево. С черным то же самое, только двигать вправо. Третье. Добавить белую маску слою текст и черной гранжевой кистью добавить эффект. Но можно и комбинировать эти варианты. Если разорвешь связь между слоем и его маской, то можно маску двигать и деформировать как угодно. Теперь давай приступим к способу с уже готовой текстурой. Открой сначала фото, потом перетяни текстуру на холст. Все материалы по ссылке в описании. Зажатой клавишей Alt увеличь ее по ширине. Если ты таким способом добавишь текстуру, то слой автоматически станет смарт-объектом. Если этого не произошло, то нажми правой кнопкой мыши на слой и преобразуй его в смарт-объект. В Ctrl-J два раза создай две копии слоя. Выдели самый нижний слой с гранж текстурой и поменяй режим наложения на умножение. Затем двойным кликом по слою зайди в параметры наложения. Зажатой клавишей Alt раздели белый ползунок на подлежащем слое и выведи влево в самое крайнее положение. Выдели средний слой с гранж текстурой и поменяй режим наложения на экран. Затем двойным кликом по слою зайди в параметры наложения. Зажатой клавишей Alt раздели черный ползунок на подлежащем слое и выведи вправо в самое крайнее положение. Выдели верхний слой с гранж текстурой и нажми Ctrl-I, чтобы инвертировать изображение. Поменяй режим наложения на экран. Снизь непрозрачность до 25%. И Ctrl-T поверни и увеличь текстуру. Ну что, я надеюсь данный урок был полезен и я удовлетворил ваш спрос на стиль гранж. На этом все. Поддержи развитие канала любым приемлемым для тебя способом. Донатом, подпиской, лайком, комментарием. Поделись этим видео в соц. сетях. Все ссылки в описании. Увидимся!